Всем привет, с вами Том, и в этом ролике мы посмотрим с вами лучший релиз уходящего 2018 года. Это фигурка из фанатской серии Strixie и Starlet, которые улетают на ракете куда-то, очевидно, в космос к Белке и Стрелке, куда-то там. И вы можете поблагодарить за этот обзор вот этих вот ребят, упомянутых на вот этой карточке. Мне ее презентовали на РБК, и огромное спасибо всем ребятам, которые здесь перечислены. Они меня поддерживают и на стримах, и вообще по жизни. Так что огромное вам спасибо, и вы, зрители, тоже можете написать спасибо ребятам за то, что вы смотрите это видео без них. О, смотрите, я слышу рисуночек. Без них этого ролика бы не было. Ну, а вот в целом, конечно, фигурка все еще находится в продаже. Она есть достаточно, по-моему, во всех магазинах игрушек сетевых. Стоит она в районе полутора-двух тысяч рублей, поэтому если вдруг вы до сих пор ей не обзавелись, то посмотрите ролик, и вы поймете, что она очень классная. И, конечно же, надо брать. Внизу у нас Трикси, Трикси, Уламун и Старлэд Диммер. Фан-серия. Теперь не пишут Guardians of Harmony, это просто, короче, просто фанатская серия. Какие милахи у нас на Терсен. Тоже Трикси и Старлэд. И сзади у нас 3D-рендер фигурки обычно, да. То же самое, только 3D-рендер, а не фигурка. Вот такие девчули у нас просто от ас. И тут Трикси такая классная. Давайте уже откроем коробку и посмотрим фигурку поближе. А неплохо фигурка смотрится на голубом фоне. Я надеюсь, когда ролик буду монтировать, то этот эффект сохранится. Уж не знаю, как там получится с цветокоррекцией. В общем, что мне нравится еще в фанатских фигурках, это то, как они просто достаются из упаковки. Просто и рядом не стояло с обычными игрушками от Hasbro для детей. Вот честно, для взрослых достается легко. Для детей, пока достанешь, все потом сойдет. Давайте сразу покажу по сравнению с другими представителями фан-серии. И оно примерно одного роста и с Селестией, и с предыдущим парным релизом Tempest и Twilight. Вот они подъехали. То есть, если у вас есть одна из предыдущих фигурок, то вы можете себе примерно представить, что они одинаково смотрятся в целом. И, в общем, на полку у вас влезет. Ну, у нас тут чуть повыше за счет улетающих даль Трикси. Но, в целом, примерно по крылью от Лавы. Так что, в общем, если у вас эта фигурка помещалась на полку, то и эта тоже поместится. Вот так что теперь перейдем к самой фигурке. У нас, как всегда, достаточно очень массивная основа, чтобы пони не улетели с полки. И, кстати, это основа из двух видов пластика сделана. Смотрите, у нас там белая основа. И сверху еще вставлен прозрачный голубой пластик, который как бы такой добавляет объем. И у нас на вот эти вот сердечки, это, по-моему, на белом, если я правильно вижу. Да, там они, не знаю, я не уверена, что там это рельефом сделано. По-моему, там это сделано рисунком. Вот, и просто сверху это закрывается. И смотрится очень, кстати, классно. То есть, там, возможно, это просто, по-моему, вставлен или напечатан, или вставлен рисунок. Вот эти вот все штучки, они, по-моему, там внутри не объемные. По крайней мере, по свету я вижу, что они плоские. Просто объемно как бы напечатаны. И смотрится, короче, прикольное решение. Слушайте, вот мне казалось, это рельефы, но это, по-моему, не рельефы. Но смотрится забавно. Очень классные вот эти все завиточки, завиточки. Вот и все такое. Вообще огонь. Дым точнее. Вот, и сами поняхи. Тут единственное, что может вас смутить, это очень длинный хвост у Старлит. Вот это вот, это не пропорционально, конечно, хвост для поняша. При том, что у Трикси он достаточно нормальных размеров сделан. То есть, это на стиль не спишешь. Но он тут нужен, чтобы немножко закрепить фигурку. Потому что надо было, чтобы пони опиралась на подставку. И сделали это за счет хвоста. Поэтому он смотрится крайне длинным и странным. Но, как бы, в целом фигурку он не портит. Шляпа не снимается. Если вас мучил этот вопрос. Там голова все нормально есть. Там даже прокрашена внутренняя прядь. Вот она с этой стороны прокрашена. И вот там она тоже прокрашена. Я не знаю. Вот тут, вот-вот-вот там она. Тоже внизу. А вот так красили. До того, как шляпу, наверное, надевать. То, что вон там она тоже прокрашена. Вот. И потом же приклеена сверху шапка. Ну, она, короче, приклеена. Так что Трикси, на самом деле... Ну, Старлайт ее, на самом деле, зря держит. Нам по-любому у нее никуда не унеси. Клеили хорошо. Если, кстати, я их имена буду пылить, вы меня заранее извиняйте. Потому что я записываю поздно вечером. Поэтому так получилось. Вот. И мордашка в целом у нее тоже достаточно ровненькая. Несмотря на то, что опять-таки тут у нее и копыта, и шляпа. Глаз вроде достаточно ровно прокрашен. То есть, по качеству для фанатской серии вообще все очень хорошо делают. На мой вкус. Вот. И такая вот у нас лошадка. Метка у нее с одной стороны, как это обычно у нас. И бывает копытцем так смотрится. Вот. И такая прям изящная. Мне нравится, что она тут... Ножки на разных уровнях. Так прям. Вот. Трикси у нас хитрый жук. Смотрите, какая мордочка. И улыбка у нее, конечно. Ухмылка просто. Вот. У меня почему-то вспомнилась ракета из Супера Марио. Которая, знаете, такая зубастенькая с ухмылкой. Вот. Вот на это похоже. Вот такая девчуля у нас. И плащик под цвет шляпы. Кстати, звездочки. Все на месте. Короче, все по канону. Все как надо. Мне кажется, они, может быть, были не так упорядоченно нарисованы. Хотя, возможно, мне это просто кажется, что здесь прям такой ровными рядами. Мне кажется, что Трикси там был полный хаос. Но, тем не менее, возможно, мне так кажется. Вот. Плащик звездочки с одной стороны, с внешней, понятное дело. Вот. Копытца согнуты. И, кстати, да. Вот еще одно. Можете тоже в минус записать, что мне кажется, что копыта у пони разной толщины получаются. Ну, если так подумать. Вот. Но, с половиной, у Трикси маленькие получаются копыта по сравнению с остальными. Но, я не думаю, что, опять-таки, это каким-то сильным большим минусом можно назвать. Вот. Метка тоже с одной стороны. В целом, прикольно так сидит она. Вот. И, что мы еще не смотрели. Сама петарда рельефная, белая с желтым. Две части и покрешенные завиточки. Вот. Тут у нас просто рельеф на носике. И, не знаю, по мне, очень классная фигурка в плане... Она реально классная. Она не боевая, не какая-то. Потому что прошлые релизы фан-серии, да и вообще, в принципе, вот Guardians of Harmony и вот это все для взрослых. Оно было какое-то, знаете, такое боевое, какое-то со сражениями, что-то прочее, прочее. А вот это в этом году вот вышли реально наборы, которые чисто по фану. То есть, вот эта фанатская серия, кстати, да, волосы, я не знаю, сколько вам видно на камеру, но волосы у нее разного оттенка. Все как надо. Тут два оттенка светло-голубой и совсем бледный бело-голубой такой. Вот этот набор, точнее, вот эта фигурка, вот эта фигурка. И еще вышел в этом году классный набор с меткоискателями, но, к сожалению, в России я его до сих пор не видела. И он тоже как бы на молде Guardians of Harmony фигурок, то есть шарнирные вот эти, да, вот. Но, опять-таки, никаких подписей о том, что это Стража Гармонии, но их давно не было еще в том году. В том году были просто Малидалпони за мою пиратки, вот. И тоже он такой про жизнь, то есть просто кьюти-марки и там какие-то самокаты, еще что-то, а роликовые конки. То есть тоже просто про жизнь набор, никаких там вам сражений. Вот, и мне нравится этот посыл, что они стали делать фанатские фигурки просто интересные, не завязанные именно на то, что это обязательно должен быть какой-то экшон, какие-то сражения, какие-то серьезные темы, а просто что-то забавное, милое, но качественно сделанное именно для взрослых фанатов. Это очень здорово, и это прям большой плюс в копилочку Hasbro. Я надеюсь, что они продолжат эту тему и порадуют нас какими-нибудь еще суперскими фигурками. А, ну до этого, в принципе, еще выходила фанатская серия тоже DJ Pound 3 фигурка, там тоже она просто играет на винилах, да? Тоже более такая нейтральная, скажем, фигурка, но эта фигурка все равно, мне кажется, класснее, потому что тут две пони, и они в очень интересной сюжетной ситуации, забавной, большая ракета. Когда только фигурка анонсировали, было очень много фанатских рисунков на эту тему, это значит, что Hasbro действительно попали и задели в сообщество за живое, и этот сюжет всем очень понравился. Вот, и я сильно заболталась, так что давайте закругляться. Еще раз покажу карточку со всеми ребятами, которые подарили мне эту штучку на Новый год. Еще раз огромное просто... Вы не представляете, какое огромное спасибо, я действительно очень счастлива, такой классный новогодний подарок. Надеюсь, вам, ребята, тоже понравилось это видео, и увидимся с вами в следующих обзорах, их будет еще достаточно много в ближайшее время. Надеюсь, этот был вам интересен, с вами была Тома, пока! Субтитры сделал DimaTorzok